всем привет сегодня 29 марта 2023 год и мне есть что вам рассказать есть что показать сегодняшнем видео я буду рассказывать и показывать собственно какие произошли изменения у литопсов вот понаблюдаем какая у них динамика весной заодно я приготовила кисточку и сегодня у нас света но я им устрою легкий такой субботник почищу их от пыли от песка который уже образовался у них на шапочках на их так поехали будем двигаться слева направо максимально буду пытаться показать их близко чтобы можно было увидеть все изменения цвета оттенки узоры и наверное параллельно буду рассказывать что я сейчас с ними делаю какой уход им эти условия создаем и так это партия изюмчики я их уже активно поливаю стараюсь поливать когда не сильно жарко на улице когда пасмурно или же если солнечные жаркие дни поливая их вечером когда уже спадает жара но их уже так активно поливаю мне надо моя задача сделать так чтобы масса максимально набралась у них то есть чтобы тела заполнились максимально водой поскольку летом я поливать не буду а а летом очень жарко и чтобы они не высыхали потому что есть такой важный момент у меня лето здесь плюс 50 до солнца если я их полью при такой температуре они у меня просто сварятся и без разницы вечером поливра на утром если держится такая температура высокая то литопсы просто-напросто напиваются водой и у них процесс варки происходит они погибают поэтому основная задача лето все которые у меня полиняют максима максимально успеть напитать чтобы им хватило резерва перестоять жару зимой у меня никто не пропал из лейтопсов все выжили ну за исключением я имею ввиду из своих стареньких лейтопсов которые мне уже давно вот новенькие были потери в основном это супер малыши до года парочку было потерь и сзора литопс из последних коллекционных он у меня погиб потому что приехал уже с гниением об этом я рассказывала своих видео вот собственно что произошло зоро вот такой вот он красавчик в кавычках буду выбрасывать его хотела вам показать вот так что зимой вот такая у ситуация произошла зимовку считаете все мои литопсы прошли успешно вот сейчас этап смены листьев тоже надеюсь все пройдет хорошо у них и следующее такое очень критичный для литопса сложный этап это зимний период твой не зимний а летний период период чтобы подготовить литопсы напитать их как я говорила раньше водичкой чтобы они могли простоять летом без воды и не сварились там есть конечно нюансы в поливе там можно поливать уже туда есть моменты свои из каждого каждом правиле есть свои исключения поэтому уже об исключения поговорим чуть позже сейчас хочу акцентировать внимание на оптику рубру вот я подозревала что там двойня у меня сейчас листья лучше открылись и мы видим что такие там две пары листьев безумно рада просто безумно рада почему потому что я обожаю фиолетовые литопсы фиолетовые красные и края красочные и у меня их плюс получается плюс 1 фиолетового литопса вот еще из цветных литопсов сородоча вот этого арбузика это оливия олива оливка в общем такая тоже она писали олива ред красная оливка я ее так называю ну вот она сейчас с таким оттенком фиолетового тоже очень красивая активно линяет бережных с чищенцем загрязнения вот и они потихонечку реобразуются вот некрасивый белый налет но это не после моего ухода а после ухода который создавали теплички упала вода солнышко посветило и засохло вот таким некрасивым белым пятно я стараюсь поливать так чтобы на листья не попадала вода во первых чтобы и солнце не сыграло злую шутку потому что водичка будет на голове служить как лупа для солнечного луча и получится просто-напросто ожог был у меня на одном лито все ранний ожог буквально маленькая капелька была пасмурно потом выскочило солнце внезапно помню этот день произошло что произошло пожгло прожег немного ну так не сильно ну такой небольшой неприятный след оставил солнце на листике поэтому я впредь уже очень стараюсь аккуратно вот здесь тоже видна новая пара листьев еще плохо открылся у каждого у каждого литопса свой процесс кто-то побыстрее по шустрее кто-то помедленнее буквально пару литопсов осталось у меня которые никак не откроют щели и не покажут свои новые листочки но мало их двое по моему так вот эти тоже поменяли уже активно поливаю перед тем как снять видео я их полила поливаю точечно чтобы чисто водичка попала вот литопсы вот у меня есть такая бутылочка с носиком можно из пипеточки поливать из шприца но у меня есть такая баночка носик такой узенький и вот такой вот баночкой с носиком поливаю вот эти джулии думала дольше будут в закрытом состоянии долго они так сидели сомкнув свои листья думала что они из последних поменяют ну буквально только солнце активизировалось только температура поднялась и они такие хоп-хоп-хоп открывались и показали вот такую красоту красота настраиваясь так вот мы видим да насколько яркие новые листочки как они отличаются от старых листьев здесь вот уже джулия стряхну пыль и покажу вот в этом году хочу сохранить максимально яркость новых пар листиков благодаря своему видению защиту купила я зонтики для литопсов и при помощи этих зонтиков их спасают прямых солнечных лучей от выгорания от ожогов на одном из видео я показываю рассказываю о них предыдущем кстати видео это есть информация так этот как-то шатается нужно будет посмотреть что это вот кстати этот литопс у меня ранее получил такой маленький ожог со сменой листьев красота никаких эффектов уже нет так что вот про этот литопс я хотела сказать значит вот этот литопс который я сейчас протираю я ему помогала почему я это делала вот и повреждение есть сверху почему я это делала есть рассказ в одном из видео вот этот я не трогала и посмотрите какая разница до самостоятельный процесс смены листьев какой новый литопс красивый плотненький упругий такой пышечка прямо такой идеальный и литопс которому я помогла полинять но была резкая причина просто так я стараюсь не лезть и и все таки соблюдать все рамки приличия как природа заведена так я пытаюсь чтобы не все процессы происходили и в домашних условиях ну разницу можем видеть акцентирую внимание что не надо лезть если нету необходимости вот кстати семена коробочка вот она сейчас на виду камеру вот она красотка может быть даже сниму видео посмотрим что в ней внутри она уже подсыхает практически уже сухая можно будет потом снять видео посмотреть мне тоже будет интересно думаю вам тоже будет интересно так но мои любимые звезда хоть лиц горячие губы моя девочка вот на старых листьях наверно вот это тоже ожог был или какое-то повреждение механическое не знаю но новая пара идеально такие губки видите класс почистим тебя потом поставим зонтик тебе чтобы помада твоя на солнце не выгорела веснушки мои ну вот этот как раз из тех кто еще сидит не знаю что она себе думает надеюсь не пропадет это такой из дорогих литопсов из таких редких тоже мой любимый не хочу чтобы с ним что-то произошло ой вот красавцы троечка они приехали в одном горшочке не думала что ред топ на либо вот и так они как мы в в в в в в сморщились вон хочет пить я его сегодня уже тоже полила это тоже полила а этот не поливает еще питаются за счет старых листьев красавчик насколько удивительные растения и причем чтобы вы понимали я сейчас поснимаю видео вытираю от пыли и после того как закончу их все равно еще буду на них любоваться еще протирать крутить вертеть в общем кайфу от этой красоты вот еще наш гость программа умничка по-моему дентерантус они не дентерантус уже как шо называется вылетела название в общем тоже порадовал двойный красота какие яркие срочные рисунок какой вот эти вот реки насколько красиво этот литопс я честно признаюсь разрывала потому что изначально он был у меня выскочкой и я думала разрывать не разрывать в принципе показатели были благоприятные и я разорвала и таким образом новую пару листьев я осадила и уже новенькие при правильном уходе не будут у меня выскакивать из горшка у этого почему-то вот там внутри была был цветок жду когда затянется щель но почему-то не затягивается внутри пустота дальше вот такой маленький вот это даже не помню очень похож что же на оливу вот на 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 наденах вот только здесь другая форма такие как ребром ты сделана верхушечка ну . есть такая и вот этот вот не помню что это кто это он еще должен подрасти тогда будет наверно понятнее так дальше это тоже уже в процессе смены вот этот жалко тоже вроде бы как только весна началась но солнце уже такое злючие и начало мне не немножко уже литопсы мои до того как я поставила зонты обесцвечивать поэтому вот этот пострадал у меня немножко ну практически незаметно на самом деле надо сравнить со старой парой листьев вот блеклые такие ну они конечно уже и подсыхают сильно поменяли цвет плюс повыгорали так этот ждала ждала все надеялась что двойня будет ну не произошло чудо вот это семенная коробочка ссохлась вот она не завязались семена да если с вами с этой коробочкой это коробочка правильно а в этой коробочкой пустота вон какие подушки так ему пить еще пить такое желе мармеладка такая класс так ну вот этого покажу тут уже тоже двойня видно с этой красной точечкой тоже очень классный очень такой редкий нравится мне полюбуйтесь и тоже двойня и тоже я радуюсь этому и показываю вам так ниже вот эти тоже полиняли у меня я их полила напишите вы так же как я кайфуете от процесса посмотреть полюбоваться лейтопсами или вы нейтральны к этому интересно можете ли вы так вот 24 часа ой не 24 часа 24 минуты запись уже идет и смотреть вот этот вот лейтопс я надо очень аккуратно это даже не лейтопс это аптальмофитум как то так он называется очень аккуратно надо потому что это очень нежный вот какой он красивый с таким отбиском ну просто вау загляденье аккуратно надо потому что нежный чтобы кисточка не оставила потом следов смятил смятил деформацию и так далее ой боже а это какой красивый он в пыли сейчас и все равно прекрасен вот ну просто драгоценные камни я же говорю постоянно говорю кому то надо бриллианты а мне нужны лейтопс а мне нужны лейтопс это из тех кто еще еще не хочет линять это второй лейтопс в плошке который еще не созрел ну не хочет он еще еще ему надо подумать такой нерешительный красивый красивый обожаю так здесь что у нас вот какие толстые листья мясистые и каких два несчастненьких маленьких детенышей я думала что там будут такие слоны но ничего они еще позабирают все питательные листья эти вот вещества в благо из старых листочков и увеличится в размере тоже надрывала немного потому что хотела чтобы чуть-чуть осели чтобы они не тратили силы и не тянулись сильно вверх чтобы не были супер высокими так это тоже я уже поливаю лейтопс вот этот сосед соседний тоже поливаю вот это кстати этот и этот это два одинаковых тоже активно поливаю боюсь чтобы вот этот вот не засох скукоженный он очень сильно был достаточно ну по размеру наверно как вот этот литопс был но полинял вот таким вот масеньким скукоженным я его сейчас активно тоже напаиваю водой чтобы не засох потому что все таки жарко у нас ну под 20 градусов доходит бывает даже некоторые дни и под 30 температура уже литопсы я не опрыскиваю нижний полив не использую потому что не тот у меня горшок для нижнего полива не подходит абсолютно так вот и последние два брата на одном корне они вообще настолько удивительные были втроем в одном кашке в одном горшке и вот этого да такая динамика эти стоят стоят и что-то там себе думают вот обожаю напоследок такую конфетку оставила бонус для тех кто досмотрел до конца от начала до конца видео ну-ка напишите кто досмотрел до конца от начала до конца видео кто увидел всю красоту мою насколько яркий насколько сочный даже старая пара листьев шикарная а новая и вообще молчу сатум виолет по-моему называется бахус еще все мы закончили молодцы всем хорошего дня до новых встреч пока пока и